Приветствую вас. Отвечая на вопрос, который вы задаете, хочется сказать, что такой женщине нужно в первую очередь учиться ценить саму себя и самой ценить то, что она делает. Становится менее зависимой и большим интересоваться своей собственной жизнью. То, что вы описываете, очень похоже на зависимые отношения, на созависимые отношения, на садомазохистические отношения. То, что вы описываете, очень сильно похоже на отношения с нарциссическим типом мужчины, который склонен возвращать себя и принижать близкого человека. Вот. Конечно, делает он это не от хорошей жизни, но вам от этого не холодно, не горячо, по идее. Важнее здесь немножко другое. Важнее здесь то, как в процессе вы стали вместе и как в процессе вы, по сути дела, согласились. На такого рода отношения. То есть ведь мужчина ведет себя так не первый день, наверное не первую неделю и возможно не первый месяц. И почему-то вы допустили такое к себе отношение. Вот что важно. То есть с точки зрения коррекции данных отношений очень важно понять, как вы в них оказались. Потому что то, что вы описываете сейчас, это не причина. Это следствие. Причина то, как вы устраиваете взаимодействие с мужчиной. Причина это то, как вы реагируете на действия, на поведение, на поступки мужчин. Потому что вы предпочитаете плакать, вы предпочитаете пребывать от него с попа. Вот, вы предпочитаете бороться, условно говоря. Да. Но по факту это ни к чему не приводит. Как вы понимаете. Потому что меняться человек не хочет, меняться человек не будет. Ему это не выгодно. Поэтому в первую очередь работать над своей самооценкой. А смотреть, что вас содержит в таких отношениях. Двигаться в сторону того, чтобы быть, как мне кажется, более, может быть, уверенной в себе. И осваивать техники бесконфликтного общения. Чтобы иметь возможность защищать свои интересы. Чтобы иметь возможность быть собой в отношениях. Потому что главная задача вашего партнёра заключается, не знаю, понимаете вы это или нет, в манипуляции вами. И в том, чтобы вас себе починить. Вот. Повторюсь, что это не хорошо и не плохо. Это просто реальность, в которой вы сейчас находитесь. И вы, а что самое, пожалуй, неприятное вам, вы сами такую реальность почему-то выбираете. В большем счёту, ваше письмо это жалоба. Вы пожаловались на мужчину, но вы хотите, чтобы мы подсказали вам, как условно говоря, вести себя в такой ситуации. Вы хотите, чтобы мы подсказали вам, как действовать в такой ситуации. Но вы не сказали главного. Что делать, чтобы что? Понимаете? В чём стук? Если вы хотите человека изменить, то это одно. Это сделать невозможно, если вы хотите его изменить. Если вы хотите разобраться в себе, это другое. Безусловно, мы поможем вам это сделать. Безусловно. Для этого нужно, чтобы вы хотели, да? Чтобы изучили тему созависимых отношений, чтобы изучили целомазахистичные отношения. Возможно, чтобы изучили тему нарциссичности. Потому что поведение вашего мужчины напоминает соответствующую модель нарцисса. И, значит, чтобы вы, в общем и целом, постарались, скажем так, признать проблему. То есть, что это не мужчина вас не ценит. Это вы себя не цените. А человек отражает то, что вы о себе думаете, что вы к себе чувствуете. Отверкаливает вам и возвращает. Потому что вы соглашаетесь на это. И вопрос в том, на что вы нацелены. Вопрос в том, на что вы направлены. Направлены ли вы на то, чтобы изменить свою жизнь, или направлены ли вы на попытки изменить другого человека. Первое, куда более реально, чем второе. К счастью, или к сожалению, это уже зависит от точки зрения. Как мне кажется. Вот как-то так. Самое распространенное, почему люди оказываются в таких отношениях, это страхи. Это низкая самооценка. Неуверенность в себе в данном случае, проявляющаяся во внушаемости. То есть, словно говоря, когда такой человек, например, говорит, что, допустим, что там вы готовите, или там, к примеру, ну, к примеру, невкусно, да. Вот. Когда вот человек такой говорит, вы как бы сами внутренне с этим соглашаетесь. Вот. Немаловажным моментом является то, чего вы ждете. От мужчины и от людей в частности. Вот. Ваши ожидания. Ваши ожидания немаловажный момент. Потому что они могут подобно наркотику заставлять вас снова и снова быть привязанными к этому человеку. Надеюсь, надеюсь, что вот, наконец, сейчас, все ваши ожидания оправдаются. Хотя, по факту, да, ну, как бы, они не обрадовываются и, скорее всего, не оправдаются. Вот. Тут еще много, может быть, нюансов, но важнее другое, что фактически вы позволяете себя обесценивать. И это, наверное, один из самых ключевых моментов, что, позволяя себя обесценивать, вы, как бы, ждете, значит, того, что это прекратится. То есть, вы говорите, вот, что делать, если мужчина себя, если мужчина тебя не ценит. Вы говорите, что мой мужчина там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вы, я, наверное, может быть, немножко банальную вещь скажу, но считаете ли вы, что достойно такого отношения к себе? Вот. Считаете ли вы, что, не знаю, не знаю, что заслуживает такого отношения? Не хотелось ли вам лучших отношений к себе? Потому что, если хотелось, то психолог может помочь вам этого добиться, психолог может помочь вам этого достичь. Ну, для этого нужно ваше желание. Вот. А пока что я не понял, можно вы нацелены на собственные ли изменения вы нацелены? Или вы нацелены на попытки перевоспитывать человека? Вот. Вот. Попытки крайне, 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 надо сказать, бессмысленные. Вот. Ну, потому что люди меняются очень редко, и, как правило, только когда очень сильно, очень сильно нужно, или в результате длительной работы. Вот. Поэтому, поэтому, я от вас ничего не скрываю. Вот. Говорю, собственно, всё как, ну, всё как есть. Говорю. Вот. Вам решать, что в этой ситуации делать. Но, сама по себе, она, ситуация в смысле, не поменяется. Человек, сам по себе, не поменяется. Тоже. Это важно понимать. Но вот. И, в итоге, у вас есть только вы. И как вы этим распорядитесь, зависит только от вас. Я надеюсь, что поступите вы максимально выгодно для себя. Вот. А, что касается обязанностей, что вы убираете, да, что он не убирает, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В таких условиях. И я прекрасно вас понимаю. То, о чем я говорю, не означает, что вы должны жить в других условиях. Нет. Но, почему вы должны жить в условиях, только с мужчиной, ну, с этим мужчиной. Понимаете? То есть, у меня такое ощущение, что у вас нет выбора, быть с ним или нет. У меня такое ощущение, что вы от него зависимы. И возникает вопрос. Тогда возникает вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Случайно ли вы оказались в зависимости от человека? Вот какой вопрос. Потому что, может быть, вы оказались в зависимости не случайно. И, может быть, вы как-то вот изначально хотели в ней быть? Изначально хотели быть? Быть в зависимости от того. На мой взгляд, это очень важный момент, на который нужно обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Что я еще не упомянул, забыл сказать. Это то, что у вас, ну, как вот, на практике, да, следствием всех тех моментов, о которых я говорил, следствием всех тех моментов, является то, что у вас нет личных границ между вами и человеком. Вот. То есть, фактически, если там мужчина, может там постоянно нарушать ваши личные границы, я про психологические границы, вот. Ну, мне почему-то показалось, что их физические, но я говорю только про психологические пока. Вот. Он может это делать, может нарушать. Вот. И, как бы, ну, не уважать вас. Вот. Все. На этом, на этом все. Желаю вам удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.